Принципы упрощают жизнь. И номер пять. Принципы сохраняют. Номер шесть. Принципы определяют суждение. Это важно. Я повторю этот последний пример. Принципы определяют окончательное суждение. Номер семь. Принципы гарантируют успех. И то, что вы услышали, это самое важное, чему вы можете научиться в жизни. Принципы. И слово «принципы» вы будете видеть по всей Библии. Но переведено это слово по-разному в вашей Библии. И позвольте мне представить несколько из них. Принципы переведен как закон. Принципы переведен как закон. Принцип – это правило. Принципы – это декрет. Принципы – это повеления. Заповеди. Поэтому, когда вы читаете Библию, Библия вся о принципах. Почему? Потому что Бог есть Бог принципов. Поэтому, когда вы читаете Библию, вы читаете эти слова. Закон Божий. Правила Божьи. Повеления Божьи. Заповеди. Это все одно и то же. Это означает принципы. Иногда это слово переводится как «пути Господни». Поэтому, когда читаешь Библию, по всей Библии ты прочитаешь эти слова. «Научи меня Твоим путям, О Господь». «Покажи мне свои пути, О Господь». «Я хочу познать Твои пути, О Господь». Это значит «научи меня своим принципам». «Научи меня своим законам». «Научи меня своим правилам». «Чтобы мне жить по ним». Если вы будете повиноваться принципам Божьим, вы будете жить. Если вы не будете слушаться принципам Божьих, Бог не будет разрушать вас. Но принципы сделают это. Аминь. Как часто вы слышали, что люди говорили «Бога, наверное, нет». «Не может быть, чтобы был Бог». Ты посмотри на этот мир. Люди голодают. Люди хромают. Люди болеют. Детей насилуют. Эти войны. Это разрушение. Это разрушение. Этот голод. Нет Бога. Если бы был Бог, тогда не было бы проблем. Люди говорят такое. Но Бог уже не в ответе за все то, что происходит. Например. Я стою здесь. И здесь есть принцип. И этот принцип называется гравитация. Это закон. Бог сотворил принцип гравитации, земного притяжения. Запишите это, пожалуйста. Принципы хорошие по своей сути. Это благо. Скажите громко. Принципы это благо. Еще раз. Еще раз. Запомните это. Законы хорошие. Это благо. Никогда не забудьте этого. Библия говорит, закон Господа добр, праведен. Законы Господа правы, праведны. И гравитация, земное притяжение, один из этих законов. Бог сотворил Вселенную. Сотворил нашу Солнечную систему. И посреди этой системы Он поставил Солнце. И затем поместил планеты, чтобы вращались вокруг Него. И на третьей планете Он поместил тебя поместил. И на этой планете Он поместил закон земного притяжения. Гравитация – это такой закон, по которому все вещи притягиваются к центру земли. Вот почему ты можешь стоять. Если бы не было гравитации, ты бы летал. Мы бы никогда не могли стабильно где-то находиться. Это бы здание было невозможно. Вы бы ничего не смогли построить. Вы бы ничего не могли контролировать. Все бы где-то так плавало в безвоздушном пространстве. И включая нашего супруга. Гравитация – это благо. Я просто благодарю Бога за гравитацию. Халлелуя! Халлелуя! Потому что благодаря гравитации мы можем ходить. Мы можем стоять. Мы можем строить. Мы можем производить что-то. Это хорошо. Гравитация держит здания, чтобы они стояли ровно. Это хороший закон. А теперь смотрите внимательно. Я на крыше. Десять этажей. Я на этом десятиэтажном здании, на крыше. И у меня сейчас выбор. Я могу остаться здесь. Или могу прыгнуть. Сила нашей воли. У каждого человека есть это. Сила воли. Я могу прыгнуть. Или останусь. Это называется «искушение». Это называется «искушение». Запишите, пожалуйста. «Искушение». «Искушение» «Это испытание Божьего закона». Поэтому я могу попробовать этот закон, испытать его. «Искушение». Грех — это не искушение. «Искушение». «Искушение» «Это испробование закона». «Это испытание принципа». Пишите, пишите. «Искушение». Грех — это не то же самое, что искушение. «Искушение» — это когда я нарушаю закон. Когда я перехожу рамку закона. «Искушение» — это когда я пробую закон. Итак, я прыгаю. На несколько минут. Это так хорошо. Библия говорит, «Грех — это благо». «На маленькое время». Или «Грех хорош». Лучше так. «Грех хорош на маленькое время». «Сладок или хорош?» Вы понимаете, о чем мы говорим? На какое-то время это сладко, это хорошо. «Когда ты прыгаешь». «Это так хорошо». «Ты чувствуешь себя так здорово». «Ты летишь». «Так здорово». «Так здорово». «Но принцип» «Начинает действовать». «И тянет тебя вниз». «Бог» «Не Бог притянул тебя к земле». «Сатана» «Даже не сатана это сделал». «Поэтому не можешь винить Бога». «И не можешь винить сатану». «Гравитация — это действие». «И затем ты умираешь». «И затем ты умираешь». «И у меня есть такой вопрос». «Кто убил тебя?» «Некоторые говорят «Бог». «Некоторые говорят «Сатана». «Некоторые говорят «Сатана».» «А я скажу «ты сам». «Погубил ли тебя Господь в этом случае?» «Нет». «Что погубило тебя?» «Гравитация». «Является ли гравитация сама по себе разрушительной?» «Нет». «Она верная просто». «Она делает то, что ее научили делать». «Поэтому суждение или суд, он содержится уже в принципе». «Пожалуйста, запишите это». «Суждение или суд уже содержится в принципе, внутри принципа». «И как Бог?» «Бог не губит людей». «Бог — это добрый и благой Бог». «И все Его законы праведны и правильны». «Все Его пути хороши». «Он добрый Бог». «Бог любит свое творение». «Поэтому Он поставил законы, чтобы сохранить свое творение». «Иисус сказал». «Иисус сказал». «Приходят войны и всякие насилия, приходят преступления». «Он не сказал, что это Сатана делает». «Он сказал, все это выходит из сердца человеческого». «Из того сердца, которое нарушает, приступает законы Божьи». «И поэтому ключ к успешной жизни — это познать законы Божьи и поступать по ним». «Эту книгу мы называем «Слово Божье». «Эта книга называется «Заповеди Божьи». «Эта книга называется «Принципы Божьи». «Эта книга называется «Закон Божий». «Поэтому если ты будешь исследователь, если ты научишься Божьим законам, тогда ты будешь жить». «Это так просто». Хорошо. А сейчас я научу вас некоторым законам Божьим. Это мощные законы. Законы принципов. Потенциал. Номер один. Бог есть Бог потенциала. Это закон. Бог является Богом потенциала. Что это означает? Закон номер один означает что Бог творит все с заложенным принципом потенциала. Это означает, что Бог творит все уже завершенным. уже завершенным. Но вот это завершение он прячет внутри в самом начале. Что это означает? Это значит, что Бог не сразу все показывает. Оно существует, но еще не видно. Потому что Он есть Бог потенциала. Он всегда скрывает, прячет силу. Принцип номер два. Принцип номер два. Все сотворенное имеет внутри себя потенциал. Это закон. Все, что сотворил Бог, внутри себя несет потенциал. Это означает, что все, что сотворил Бог, имеет внутри себя больше, чем ты можешь увидеть. Поэтому никогда не суди о чем-то или о ком-то, потому что ты видишь. Это закон. Бог дает всему потенциал. Это принцип Божий. Это принцип. Никогда не нарушай принцип Божий. Когда ты видишь другого человека, независимо от того, как он выглядит внешне, не суди его. Это закон. Но мы продолжаем преступать этот закон. Мы видим коричневых, темнокожих, грязных людей. И поэтому мы выбрасываем это. Я извиняюсь. Если вы видите грязную черную сумку, вы выбрасываете ее. Мы продолжаем делать это. Мы смотрим на людей. Мы смотрим на них физически. И мы выбрасываем их точно так же. О, он никогда не сможет быть значимым. Она никогда не может ничего сделать. Я знаю ее семью. Я знаю его семью. Они плохо пахнут. Они бедные. И ты судишь их. И ты судишь их. Но знаете, что Бог любит мусор? Каждый раз, когда ты кого-то выбрасываешь, Бог бегом бежит туда, чтобы поймать это. То, что ты выбросил. Аллилуйя. Он называет тебя. И ищет тебя, потому что он знает закон. Аллилуйя. 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 Петр. Петр. Он был таким раздражительным. Он всегда говорил плохие слова. Он ругался. Я не знаю его. Я никогда не видел его. Я ненавижу его. Я ненавижу его. И Бог сказал. Ну-ка, поймаем его. Другие ученики говорили. Ты отрекся от Господа. Ты неудачник. Ты проклял Бога. У тебя ничего не осталось хорошего. А Иисус поймал его. Иисус сказал. Иисус сказал. Ты первый пастор церкви. Ты первый пастор церкви. Аллилуйя. Аллилуйя. Бог специализируется. По мусору. Почему? Потому что из-за этого принципа потенциала. Никогда не смешивай то, что ты сделал, с тем, кто ты есть. Принцип номер три. Потенциал определяется источником. Это закон. Это принцип. Аллилуйя. Это означает, что потенциал или принцип никогда не определяется мнением людей по этому поводу. Потенциал определяется источником. Другими словами, потенциал определяется тем, откуда идет источник, а не тем, что ты об этом думаешь. Это очень важно. Вот почему Иисус никогда не судил людей по каким-то мнениям. Аллилуйя. Аллилуйя. Вы поймете сейчас через минуту. Через минуту мы откроем Библию и прочитаем. Но сначала я сейчас дам вам еще принцип. Номер четыре. Номер четыре. Номер четыре. Потенциал определяется спросом на него. Тем, кто его сотворил. Потенциал определяется спросом того, кто его сотворил. Пожалуйста, запишите это. Это очень важно. Другими словами, можете сказать, сколько потенциала вот эта вещь содержит. По тому, какой спрос есть у того, кто это сотворил. Это важно для Киева. Это важно для твоей семьи. Это важно для твоей жизни. Другими словами, Бог. Он производитель. А ты продукт его производства. Как много из вас имеют у себя дома телевизор? Хорошо. Сколько из вас имеют видеомагнитофон дома? Хорошо. У кого из вас есть радио дома? Хорошо. А теперь слушайте внимательно. Разве не странно, что когда вы купили это оборудование, и вы открыли коробку, первое, что вы увидели, это не сама машина. Интересно. И таким образом производитель спрятал вот это оборудование. Все производители любят прятать свои произведения. Так что сразу их увидеть не возможно. Когда ты открываешь коробку, что ты там видишь? Производитель не хочет, чтобы ты сразу коснулся его произведения. Это по всему миру. Все так делают. Во всякой стране. Всякий производитель берет свой продукт, и он сначала сотворил, сначала сделал, и затем спрятал. Богу точно так же нравится все прятать. И затем он берет то, что он сделал, и кладет в коробку. Но перед тем, как закрыть ее, производитель всегда что-то очень странное делает. Он для чего-то какую-то книжицу кладет сверху. И затем закрывает коробку. Аллилуйя! И затем он посылает это в магазин. Сначала на склад. Из склада в магазин. И затем в магазине это продают вам. Перед тем, как продать вам это, сначала вам об этом расскажут. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Аллилуйя! Они адвентируют. Они говорят вам, что это может сделать в вашей жизни. Перед тем, как вы купите это. Они продают и о продукте. и уже производитель хочет рассказать вам как можно больше об этом он тебе говорит это может сделать вот это